Хочу вам предложить послушать иное представление о Рае, Нирване, Жизни Вечности. То есть много об этом люди спорят, многие хотят этого достичь, но на самом деле не все понимают, что это такое. Обычно люди что знают? Это религиозное представление, что такое Рай, что такое Нирвана, Царство Божие и так далее. Все это очень много связано с религиями и не всегда это точно отражает, как на самом деле это есть. Обычно или просто об этом умалчивается, дабы не вводить искушение слабоверных. Но я думаю настало время, чтобы люди все-таки узнали об этом более открыто, чтобы не было иллюзий. Поэтому хотелось бы дать мое видение, мое представление об этом, как я это видел. Начнем с Рая. Ну, что можно сказать про Рай? Интересное место, нечего сказать как бы. Но оно временное. То есть все эти места, они, что Рай, что Нирвана, это все временные места на самом деле. Самадхи, тоже временное состояние. Как бы там ни говорили, это тоже временное. Вы спросите, что ж тогда вечное? Ну, на самом деле, это очень слова, все слова. Как это сказать, что такое вечное? Трансцендентное, вечное. Я бы назвал более правильное слово. Но мало кто его понимает. Трансцендентальное, это как бы за пределами понимания. Это нельзя сказать, что это состояние, это видение определенное. Это состояние, само собой, но все-таки это видение. Видение реальности. Мировосприятие. Это достижение, это уровень такой, трансцендентальный. То есть человек свободного полета. Можно назвать свободный в духе. Так, ну, в общем, рай. Как правило, это, опять-таки, место, куда человек попадает за какие-то заслуги. Ну, вот, например, возьмем, человек работает. Работает, хорошо работает. Такой, труженик труда, скажем. Вот, его отправляют в отпуск. Дают путевку такой, санаторий, все нормально. Он потом обратно на работу возвращается. Когда время пройдет, то есть, отведенное ему в отпуске, то же самое в раю так же происходит. То есть, это место, где отдых. Там, конечно, классно. Все хорошо. Там, подобные ему, так же отдыхают, так же восхищаются всеми прекрасными вещами. Вот. Не телесного плана, правда, но все, в общем, там мысли, образы, все материализоваться может, ну, как бы в астрале. Астрал, это как бы там, если мысли, образы, материализация, там означает, как будто бы это реальность. Но это, как бы, в потустороннем мире. Поэтому для потустороннего мира это реальность. Для нас это астрал, для того мира это реальность. Там можно тоже материализовывать свои мысли, чистые мысли, чистые состояния, и так далее. Ну, из рая тоже возвращаются, как из отпуска. Теперь про нирвану. Нирвана, по сути, тоже есть разные представления о нирване. Вот. Есть нирвана, когда для себя человек достигает нирваны. Да, опять все это временный процесс. Вот. Он может выйти из этого состояния, может там находиться долгое время, чуть ли не до скончания каких-то веков, там, и так далее. Вот. Но все равно все это не является, как бы, освобождением в моем представлении. Поэтому это успокоенный разум нирвана. Почему ее называют пустотой? Потому что нет ума. Вот. Там блаженство. Тоже такое. Все свободно. В плане состояния такое. Блаженное. Но это тоже не есть свобода. Дальше. Самадхи. Тоже в самадхи я был. Тоже все это состояние. И тоже оно не навсегда, скажем так. Потому что захочешь, можешь выйти из него спокойно. Вот. Но что такое самадхи все-таки? Самадхи – это психическое состояние. Можно еще сказать энергетическое состояние. Но как вам удобнее, проще понимать. Вот. Это состояние. Такое хорошее, приятное состояние. Кайфовое, блаженное. Ну, как это можно назвать еще там. Короче, человек пребывает в этом состоянии. То есть, это все тоже красиво, хорошо. Тоже в этом состоянии можно долго находиться, если очень хотеть его достичь. Вот все люди, они пытаются это все как бы достичь. Ну, так как я там уже был, и мне это не столь интересно, соответственно, я не то, что разочаровался, но пошел дальше этого. И мне скучно там просто-напросто. Что в раю мне не интересен рай, что самадхи мне самадхи не интересны, что нирвана тоже скучно. Вот. Что же все-таки я выбрал для себя? Ну, опять я говорю, свое мировосприятие. Наверное, тот, кто не был там в раю, в самадхи, в нирване, он, наверное, все-таки должен там побывать, чтобы узнать, что это такое. Конечно, через это надо пройти, чтобы понять, хочет человек другого или нет. Вот. Так вот, мне все-таки ближе вот то, что я называю трансцендентальные. Как правильно? Транцендентные, трансцендентальные. То есть, на Земле там разное есть представление. Вот. Но это то, что за пределами находится всех вообще определений. То есть, нельзя это вообще никак определить. это за всем, 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 что мы можем представить. Это не то, не то, не то, не то, не то, не то, что обычно говорят духовные люди. Не то, не то, не то, не то. Это и есть вечность. Вот. За пределами. То есть, это видение, это состояние с видением, скажем так. За пределами вообще двойственности, за пределами добра и зла, за пределами условности, за пределами всех существований. Тут человек, вот, единственное, что тут можно сказать, это это человек, свободный духом. То есть, человек, который может путешествовать по всем мирам. Ему открыты все миры. То есть, он свободный. Для него нет вообще преград. Вот это трансценденталист. Вот. Он может быть в нирване, на земле, где угодно. Для него места нет, ни времени, ни пространства. Потому что не нужно ему понятия эти. он свободен от этих представлений. Потому что он живет в вечности, и для него понятия места, время и пространство не существует. Вот. В то же время он служит Богу. Он раствор, потому что он растворенный в вечности, он служит божественным законом, как бы. Где бы он ни пребывал, он всюду служит божественным законом. И он сам является, как бы, отчасти этим божественным законом. как труженик. Вот. Там тоже есть свои уровни. Вот. Это то же самое, что Царство Божие, то, что Иисус называл, где говорил, что там, как там его спрашивали, этот, Иоанн Креститель, как там в Царстве Божии, там он как... А он сказал Иисус, что Иоанн Креститель там в Царстве Божии недостоин даже там сандали развязать кому-то там. Вот. Поэтому это процесс на другом уровне развития происходит. То есть, это мы сейчас говорим про развитие на Земле. Но нам нужно думать, как бы нам туда совершенствоваться. Поэтому вот такие представления хотел вам представить. И вам уже выбирать. поэтому выбирайте сами, куда вам хочется, что вам хочется. Но еще могу сказать, что к чему же человек все-таки стремится в Царстве Божием или трансценденталист. Единственное, он поддерживает гармонию. Он сам во всем стремится жить гармонично. То есть, не по определенной системе, там, духовной, бездуховной, у него нет этих представлений. У него есть видение гармонии. Это нельзя ни по каким критериям определить, на самом деле. Практически невозможно. Но в силу того, что он уже больше, чем духовный человек, естественно, он плохого ничего не делает. Не совершает никаких насилий и так далее. Я имею в виду просто внешнее его поведение, оно не похоже на духовного человека, скажем так. То есть, его нельзя вообще узнать, определить, понять, что он находится на трансцендентном уровне. Это только Бог его знает. его не обязательно даже, как Иисуса, ведь никто не мог определить, на каком уровне он находится. Он там ел, мог есть все, что хотел, на самом деле и вино пить, и все, что угодно делать. Не будем про это, как бы. Его тоже обвиняли то, что он нарушает всякие там дела, но он как бы за пределами находился всего этого. Он выполнил свою задачу и так далее. Так вот, трансценденталист, он придерживается законов гармонии, и его присутствие создает гармонию, его присутствие как состояние несет гармонию, в том месте, где он находится. И сам он как бы то, что видит, то, что как бы слышит, можно сказать, его глазами, его ушами слушает Бог. Вот, он проводник просто-напросто, потому что он растворенный в Боге. Можно сказать, что чистое сердцем Богу зрят. Вот. Вот он как бы вот к этому числу относится. но его нельзя назвать в прямом смысле духовным по земным критериям человеком. У него может быть различное предозначение, он может делать какие-то вещи, которые... Ладно. Не будем тут все раскрывать. суть в том, чтобы рассказать вам более шире на эту тему. Все-таки время уже пришло, и людям надо об этом знать все-таки. Тогда будет выбор и стремление более реалистично смотреть на вещи. может быть кому-то это будет полезно. Поэтому хотелось бы об этом рассказать. ВОЛНИТЕЛЬНОМ